Дима, привет! Я много очень размышляю, мечтаю. Иногда вот приходит какая-нибудь идея, ее надо срочно записать в телефон или напеть. А в этот момент, как правило, иногда и происходит самый интересный момент. А самую глупую аварию можешь вспомнить? Ну, самое глупое, это, естественно, наверное, как ошибки молодости, так и самая моя первая машина. Я была Toyota RAV4. Я пригласил девушку поехать в кино. Ага. И мой опыт водителя был один месяц. Я решил так немножечко в тоннеле немножечко как-то перестроиться. Перед девушкой, да? Перестроиться как бы резко, да. Да, да, да. Ну, и в итоге дорога была мокрая. Это было на Никитском бульваре от тоннеля как раз. И машину понесло, а там был полный привод. Да, в общем-то, любой бы там привод был, я бы, мне кажется, не справился. Ну, и прям в стенку. Вот, в стенку. Я еще был еще и не пристегнут. Ужасно, типа. Ужасно. Вот. Ударился головой вот о перекрытие верхнее. Ну, поэтому с тех пор пристегиваюсь. Друзья мои, ну что и вам? Советую всегда пристегиваться за рулем. Слушай, ну, повреждения же невозможно предсказать. И ты, как человек опытный, уже должен возить с собой скотч, ножницы, телефон эвакуатора, я не знаю, что у тебя. Ну, слава богу, таких случаев не было, хотя вот совсем недавно в аэропорту на стоянке я обнаружил, что у меня спущено колесо. Бегал, пока по стоянке искал, значит, этот компрессор. Весь замерз, минус 20 было как раз зима. Ну, потом заехал на заправку, купил себе компрессор и понял, что я без него больше ездить не буду никуда. Дим, ну если в начале интервью мы начали говорить о том, что вдохновение приходит за рулем, то какая песня у тебя родилась, когда ты управлял автомобилем? Ну, дело в том, что, как правило, в автомобиле у нас играет либо радио, либо какой-то диск. И ведь частично все творчество, оно вдохновляется чьим-то чужим творчеством, либо как-то приходит откуда-то. И вот я услышал одну песню по радио, и мне она почему-то навеяла какую-то совершенно другую мелодию. Я быстро начал ее напевать, и так появилась песня «Город больших огней», музыка к этой песне. Так что я могу сказать, что эту песню я придумал за рулем. А на чем ты сейчас ездишь, и успела ли эта машина покупать в аварии? Нет, уже в последнее время как-то стараюсь не обновлять, хотя мелочи до сих пор приключаются. Ну, у меня было несколько автомобилей, вот сейчас у меня BMW, и я, в общем-то, доволен. А какая BMW? BMW X6. А какой опыт? Самая первая. Вот как только появилась BMW X6, вот сразу она у меня и появилась. Поскольку ты родом из Беларуси, я не могу тебя не спросить о вождении в России и Беларуси. Есть какие-то принципиальные отличия? Конечно. В Беларуси, мне кажется, движение, оно такое более упорядоченное, более спокойное. Там все вот ездят больше как-то по правилам, нарушают скорость очень редко. То есть, если висит знак 40, ну, они будут ехать 40, максимум там на 50, потому что, если будут ехать 51, их уже могут оштрафовать. А в России мне как-то более комфортно. Здесь какой-то такой хаос, здесь все так неожиданно, спонтанно. Кто-то задним ходом может ехать в третьем ряду. Поэтому мне здесь нравится, здесь какой-то рок-н-ролл такой автомобиль. А в Минске ты на чем передвигаешься? В Минске передвигаюсь, ну, тоже за рулем. У меня там есть автомобиль, Opel Insignia. Я на ней там вижу. Дим, ну, доехать до Минска и посмотреть твою Insignia мы, наверное, не успеем, но X6 BMW я посмотреть хочу. Так что теперь экскурсия от тебя. Ну, пойдем. Здесь вот. Ну, ты подготовился. А на заднем сиденье у тебя что-то? А на заднем что? На заднем ничего. Вот какая-то сумка. Сумки, сумки, сумки. Это уже багажник. Ты готовился, скажи честно. Нет, нет, ничего не готовился. Ты готовился, скажи честно. У нас многие гости, они готовятся. И у них багажник. О-о-о-о, нет, кофеварка. Нет, это кофемашина. Я ее просто сегодня забрал из ремонта. В нем полетел термопредохранитель. Поэтому здесь иногда приходится. Чеснок. Чеснок, конечно. Зачем тебе? Ну, чеснок, все, не надо снимать мой чеснок. Чеснок, мишка. У тебя комплект какой, слушай. Ну, дорожный. Мало ли, там какая-нибудь девушка идет, вот ты сразу мишку, это как бы с ней уже готов. Так. Ну, что у меня здесь, значит, что? Щетка. Зимние остатки щетки. Скрипки. Нет, не скрипки. Это, значит, ящерицы вот здесь. Это ароматизаторы сменные. Можно чеснок все-таки достать. А чеснок? Тим, ну, просто я ни у кого не видел чеснока. Нет, ну это я ездил за продуктами, может, вывалился. Ну, то есть все есть. Как бы, если что, там чесночку. За пикника, в принципе, кофе с чесноком. Если кто-нибудь подойдет, спросит, нет у вас случайно чесночка, конечно, вот с собой. Был случай, когда я переезжал первое время из одной съемной квартиры в другую, у меня в автомобиле помещалось абсолютно все. Поэтому вот как раз-таки я привык, что у меня весь багажник, он полный всегда. Давай присядем, садись за руль. Мне интересно послушать характеристики все-таки про автомобиль. Дим, ну вот многие ругают BMW X6 из-за того, что задний потолок и задним пассажирам, тем более если таким, как ты, в метр девяносто, некомфортно на заднем сидении. Ну, а мне что, я-то там не езжу. Поэтому меня мало интересует, что там, кому не нравится. А ты ездил хоть раз на заднем сидении, в своей машине? Ездил. Не скажу, что мне там очень понравилось. Поэтому я предпочитаю ездить впереди. И, в общем-то, и друзей у меня таких высоких нет. В основном такие небольшие, поэтому им там самое главное. Друзья мои, Дмитрий Колдун был в гостях у нас сегодня. Каренина на Авторадио. Счастливо, пока! Пока!